Здравствуйте, я Игорь Иллистратов. Это новости недели. Здесь я расскажу о событиях, которые лично у меня вызвали наибольший интерес. По возможности объективно и коротко. Поехали! Город начал наряжаться. Украсили улицу Ригас, парки, остановили елку. На площади домики для гномов. Правда, с учетом карантина, осмотреть их можно только снаружи. Кареты в этом году все-таки не будет. Но не в целях экономии. А из-за стечения обстоятельств. В конкурсе принимали участие три претендента. Выбранный победитель отказался. Второй был готов выполнить. А третий подал жалобу. В итоге уложиться в сроки не было никакой возможности. Игорь Прилатов прокомментировал это так. Какие-то силы извне повлияли на поставку украшений для нашего города. Значит, такова судьба. Чему быть, того не миновать. На должность главы аэропорта могут объявить новый конкурс. В ноябре завершился прием заявок. В конкурсе приняло участие аж четыре кандидата. Весьма неплохо, учитывая зарплату. Напомню, она равняется 641 евро до уплаты налогов. Мэр Игорь Прилатов сказал, что на его взгляд, на данном этапе, хотелось бы видеть на этой должности амбициозного, возможно, молодого человека со знанием языков. Интересно, какой амбициозный молодой человек клюнет на такую зарплату? Также Игорь рассказал, что сейчас принимается решение либо закрыть конкурс и объявить новый, либо оставить все как есть. В общем, руководитель там может быть, может не быть. Если попадется амбициозный молодой, будет супер. Получается, как и в случае с каретой. Значит, такова судьба. Как мы знаем, на прошлой неделе правительство ввело дополнительные ограничения. Конечно, наибольший резонанс вызвало отсутствие возможности купить определенные товары. Причем, если перед выходными шумели по поводу алкоголя, то после уже отсутствие действительно важных товаров вызывало большие вопросы. Даже именно отсутствие одних при наличии других. Например, детское питание купить было нельзя, а памперсы можно. На заправках омывателя лобового стекла и масла купить нельзя. Шампунь для машины можно. И так далее. Список можно продолжать долго. Но вы и сами все это знаете. И обсудили уже не раз. Да, уже внесли некоторые коррективы. Но это, по большому счету, ничего не меняет. Идиотизм на пиковом уровне. Самое главное, что это никак не повлияло на посещаемость, для ограничения которой видены и были введены эти меры. Во-первых, человек идет в магазин в большинстве своем не за одним товаром. А если и за одним, вряд ли это будет только омывающая жидкость, за которой специально приедут. И явно человек будет и заправляться. А во-вторых, если брать первые выходные, то большинство пошло просто посмотреть, что же там не продают. И, конечно же, все это создает плотность людей в другие дни. Например, в пятницу. Все мы видели яркие эскизы проекта центрального рынка. Но вернемся к будням. Арендаторы Диттанамс просят скидку, поскольку сейчас не могут торговать в выходные и праздничные дни. В связи с этим несут убытки. И поскольку аренда не дешевая, около 500 евро, просят не платить аренду за те дни, когда не работают. В свою очередь, коммерческий директор Диттанамс, Виталий Давидовский заявил, что весной скидка была, но за счет городской думы, давшей скидку по налогу. А также банки давали кредитные каникулы. Поскольку в этом году город скидку уже предоставить не может, теперь ждут льгот от государства. И как только их предоставят, торговцы сразу же их получат. Давидовский привел опыт Литвы, где 20% арендной платы платит арендатор, 20% владелец недвижимости, и 60% государство. А также напомнил, что арендатор имеет возможность прибегнуть с помощью со стороны государства, предлагающего сегодня различные виды поддержки предпринимателя. Что тут скажешь? Мы, как обычно, не Литва. У нас все немного не так. Но среди обоих сторон нет сострадания ни к арендатору, ни к владельцу, у которого пришли попросить скидку, а он перевел все на государство. Как давно известно, в понятии цена-качество большинство товаров в Детоне не выдерживают критики. Люди давно покупают вещи в интернете, той же Литве и Риге. Потому как то, что висит в Детоне за такую цену, можно пока еще по старинке втюхивать пожилым людям или людям, приезжим из властей и более мелких городов. Если цены на товар следствие завышенной цены на аренду, то, дорогие коммерсанты, крутитесь. Если ваш товар будет качественным, поверьте, к вам и на квартиру придут и купят. И заказов будет полно. Не нужен будет никакой детон с космической арендой. Долгопилчанка по имени Ольга пожаловалась, что в минувшие выходные при выходе из магазина ее остановила Пашел Дебосполиция и попросили открыть пакет и сумку. Горожанка интересуется, имеет ли право осуществлять такой область и что будет, если человек откажется. Заместитель начальника полиции самоуправления Долгопилса Александр Ленкевич поясняет, человека, выходящего из магазина, могут попросить показать, что в сумке или пакете. Нельзя приобретать товары, запрещенные к продаже по выходным. Если выяснится, что такой товар продан, на продавца или торговца, как юридическое лицо, будет заведено административное дело. Изымать товар не предусматривается, но факт соответствующим образом будет зафиксирован. Давайте по порядку. Во-первых, это связано с запретом продажи определенных товаров в выходные и праздничные дни. Во-вторых, могут попросить показать, а это значит, что человек может отказаться. Далее, если выяснится, что товар был продан в выходные дни, на продавца будет заведено административное дело. Изымать товар не предусматривается. То есть покупателю вообще ничего не грозит, кроме малоприятного обыска. Зачем обыск тогда вообще нужен? Вот и разбирайтесь с продавцами. Стойте возле касс, посылайте подставник. А так получается. Делайте подставных из простых людей. К тому же человек явно скажет, что купил это не сейчас. Поэтому смысла нет вообще никакого. Да, есть определенный указ, но ведь никто не заставляет становиться лучшим в его исполнении, если, конечно, сотрудник не получает от этого удовольствие. Но я все-таки думаю, что это разовый случай. Подумайте о своей репутации. На этом все. С вами был Игорь Иллистратов. Прислушивайтесь к мнению окружающих, но думайте своей головой. Благодарю за внимание. Пока.